Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович Я также хочу поприветствовать всех членов ВОК И очень рад и ценю тот факт, что вы пришли ко мне под таким важным вопросом И готовы обсудить и дать разъяснение всем нашим уважаемым членам Бога Слушаю вас На самом деле все не очень быстро Потому что эта история длилась уже примерно до сегодняшнего дня Пошел третий год Я хочу напомнить вам и нашим уважаемым посетителям сайта ВОК О том, что эта история начинала с далекого 2015 года Когда, если вы помните, после избрания Валерий Никитичеву пределу На съезде ВОК Повторно президентом Он поручил мне В то время я был его помощником Поручил мне Разобраться с теми Проблемами, которые у нас имелись в сфере экономики И анализ наших специалистов, нашего аппарата Показал, что самые основные наши волговские объекты недвижимости Эксплуатируются очень неэффективно Поэтому мы приняли соответствующее решение О том, что необходимо избавиться от недобросовестных арендаторов И вернуть в нашу собственность все объекты Которые могут создать поступления стабильные И достаточные для ведения уставной деятельности ВОК С этого и началась наша борьба С очень сильными и в то же время Недобросовестными арендаторами Которые сидели на наших объектах недвижимости Достаточно долгое время Можно сказать практически 20 лет ВОК был в тяжелой экономической ситуации Сегодня, когда в России ратифицирована конвенция о правах инвалидов Сегодня, когда нужно выполнять требования этой конвенции Мы ВОК являемся партнерами государства И нам всем требуется больше и больше Высоко образованных специалистов из числа глухих Нужно привлекать и создавать и проводить Необходимые мероприятия по реализации конвенции Для этого нужно обеспечить высокую оплату Достаточно комфортные условия работы И так далее Все это взаимосвязано И, соответственно, привело к тому Что Бог потребовал свое имущество Из неэффективного управления И встретил сопротивление С этого момента С конца, вы правильно отметили С конца 2015 года Началась наша борьба Она длилась практически два года Здание, где мы сейчас находимся 1905 года по улице Полностью освобождено у нас Июле В начале июля 2017 года Вот вы представьте, сколько времени прошло Вы говорите быстро К сожалению, все это время Пока шли судебные споры Вы все помните Как мы все члены ВОП Выходили на митинги В защиту нашей собственности С требованием обратить внимание Органов правоохранительной прокуратуры На безобразное поведение Бывших арендаторов Все это в комплексе Дало свой результат В то же время Пока шли суды Недобросовестные арендаторы Сидели в нашем здании Не оплачивали нам За фактическое пребывание здесь За коммунальные платежи Ничего Все расходы Несла наша организация Да Да Поэтому я Эту информацию даю Для того, чтобы вы понимали Как глубоко И как трудно было нам Всем Отстоять Свои права На свое имущество Потому что Недобросовестные арендаторы Они думали, что Бог сдастся Потому что У нас Не было Финансовых возможностей Противостоять Таким Богатым Но Бессовестным Людям Но Я хочу Отметить И поблагодарить Всех Сотрудников Аппарата Которые с пониманием Отнеслись К существующей Проблеме С необходимостью Отстоять Нашу собственность И С пониманием Отнеслись И члены Бога Которые Нашли время И Активно Очень приняли Участие В защите Наших прав Большое спасибо Всем Что касается Свободения Здания Да Здания Мы освободили Как я уже Сказал В июле 2017 Года Но Это здание Нам Передали В безобразном Состоянии Хочу напомнить Что По условиям Договоров Аренды С Недобросовестными Арендаторами Они Должны были Один раз В 15 лет Делать Кап Ремонт Здания Заменять Коммуникации Инженерные сети Регистрировать Перепланировки Помещений И так далее Но Ничего Этого Не было И сегодня Когда мы Освободили здание Мы столкнулись Еще с Большей Проблемой Которая Требовала Еще Больших Финансовых Вложений Чтобы Сделать Ремонт Требовала 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 Вы понимаете, что Всероссийское общество глухих, являясь партнером государства, имеет ежегодную субсидию Это средства, которые нам предоставляет государство в качестве компенсации оплаченных налогов И эти деньги нас спасают Поэтому я призываю всех председателей, всех членов ВОК к тому пониманию вопроса Что сегодня очень трудное положение Сегодня ВОК все денежные ресурсы и людские ресурсы направляет на то, чтобы восстановить наш имущественный комплекс Чтобы в будущем мы могли сдавать в аренду честным, достойным арендаторам по достойной цене Чтобы могло быть наполнение фонда нашего бюджета ВОК И впоследствии мы будем в перспективе увеличить зарплату Будем направлять деньги на проведение различных мероприятий в больших объемах В том числе я хочу напомнить, что сегодня проходят масштабные строительные ремонтные мероприятия В том числе и в театре мимики и жестов На сайте, где Николай Сергеевич Чарушьян отдавал интервью Многие, наверное, видели, что там уже есть конкретные ощутимые изменения Направлены на улучшение качества помещений и зрительного зала Мы надеемся и продолжим эту работу в будущем Но сегодня нам не хватает средств Мы очень эффективно выкраиваем, экономим на каждом мероприятии К сожалению, на дотациях, субсидиях Поэтому сегодня мы призываем к пониманию этого вопроса Всех, кому не безразличны наше общество Наше имущество, наше общество Вы уже отметили то, что у вас есть фотографии Помещений, которые нам передали недобросовестные арендаторы Действительно, такой материал я в свое время поручал провести съемку Отделу имущества аппарата ВОК И главному инженеру нашего здания Они активно проходили по всем этажам здания и проводили съемку То, что нам передали в наследство Сегодня, да, действительно, часть помещений уже отремонтирована Уже сдано в аренду Сегодня мы, 11 мая, 11 апреля Мы проводили с вашим участием заседание Центрального управления в новом помещении Всем членам Центрального управления очень понравилось Новый дизайн, новые материалы Светлый европейский стиль Все это радует глаз и подушевляет на более качественную работу Здесь наша маленькая кухня для подготовки чай, кофе Сегодня мы постепенно, выкраивая средства, делаем ремонт Ремонт уже прошел на пятом Мы напоминаем, наш аппарат, Центральный управления в ОК Занимает третий, четвертый этажи этого здания Сегодня закончился ремонт пятого этажа, шестого этажа Эти пятый, шестой этаж сданы в аренду полностью Полностью сданы в аренду Добросовестным арендом До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готовы оплатить рыночную стоимость аренды за квадратный метр Пока у нас нет оснований считать, что кто-то из новых арендаторов нарушает условия контрактов И тогда надеемся, что и в будущем нарушений не будет Сегодня идут ремонтные мероприятия по седьмому этажу Через неделю мы будем менять все окна по этажу Полы, комнаты, стены, потолки, электрические сети и слабо точные электрические сети для компьютера Все уже практически готово Сейчас идет полная замена проводов электрики Потому что то, что было раньше, это старые алюминиевые провода И сейчас новые провода и делать аккуратно, все делать по-новому В кабинетах тоже сейчас по-новому проводов Продолжение следует... И как только мы все это закончим Мы будем приглашать следующую очередь арендаторов на уже отремонтированное помещение Потом идет очередь восьмого этажа И в последнюю очередь мы планируем отремонтировать второй этаж И входную группу в наше здание Потому что арендатор сегодня идет очень капризный Я не хотел бы много говорить о деньгах, о деньгах Но хотел бы привести один пример Что на сегодняшний день эти два этажа арендаторов Дают вову денег уже на сто тысяч рублей в месяц больше Чем давал старый недобросовестный арендатор Который занимал все здание Вот такое сравнение Чтобы было легче воспринимать Какая была проблема раньше Что нам с большим трудом пришлось И мы выиграли эту войну судебную Как тяжело нам далась эта победа Как много было грязи вылета в СМИ Которые были аффилированы с бывшим старым арендатором Вок не ломается Мы терпеливо идем вперед Мы надеемся восстановить весь свой имущественный комплекс Чистим все недочеты Стараемся восстановить хозяйственные связи И отремонтировать все старые коммуникации, сети С тем, чтобы будущее поколение наших членов ВОГ Мы могли передать им имущество в хорошем состоянии Чтобы бюджет ВОГа был достаточным Для выполнения социальных задач и целей Продолжение следует...